Одно из творений известного архитектора Львова в Твери скоро отремонтируют. С бывшим зданием Дворянского собрания, которое сегодня известно как Дом офицеров, связано немало знаковых исторических событий. С 2010 года строение пустует. Недавно его передали в муниципальную собственность. О предстоящем ремонте памятника архитектуры федерального значения узнавала наш корреспондент Ольга Софийская. Здание Дворянского собрания построено в 1842 году. Тогда его могли посещать только представители городской элиты. Здесь проводили время в кутежах и карточной игре. После Октябрьской революции здание переименовали сначала в Дом народа, а затем в Дом Красной армии. Именно над этим зданием 16 декабря 1941 года, в день освобождения города Калинина от немецких оккупантов, было водорожено Красное знамя. Здесь располагался штаб дивизии, который освобождал город Калинин. И все те исторические личности, которые когда-то бывали в этом здании, проходили через эту парадную лестницу, на которой мы сейчас находимся. Опирались на эти исторические перила лестницы и видели вот тот красивый интерьер, который видим мы сегодня. С Домом офицеров связано немало и других знаковых исторических событий. В 1906 году эсэр Ильинский пятью выстрелами из револьвера убил генерала от кавалерии, члена Госсовета Игнатьева. Также здесь выступал Сергей Есенин, читал свои стихи Владимир Маяковский. Сеанс одновременной игры давал чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланко. А в 1901 году с единственным концертом в Тверском крае выступил великий оперный певец Федор Шаляпин. В последние годы здание принадлежало Федеральному министерству обороны. В 2012 году передано в муниципальную собственность и не в лучшем состоянии. Все оборудование, мебель, картины вывезены бывшими собственниками. Но до наших дней сохранились элементы великолепной внутренней отделки здания. В помещении бывшей библиотеки остались несколько дверных ручек 19 века. Также сохранились все большие и средние люстры, но в колонном зале отсутствуют 10 малых люстр. Скульптуры, украшающие балкон зала, в хорошем состоянии, но две из них значительно повреждены. Разрушен паркетный пол, осыпается штукатурка, а с потолков отслаивается краска. Сейчас здание бывшего дома офицеров передано в качестве филиала Тверскому городскому музейно-выставочному центру. Мы сейчас находимся в актовом колонном зале Дома офицеров и видим, какая здесь изысканная архитектура, архитектурные элементы, скульптуры, колонны. И чтобы их восстановить, придать им первоначальный вид, конечно, потребуются достаточно большие силы и опытные специалисты. Мы сейчас заключили договоры с нашими проектными институтами «Тверь-жилкоммунпроект», «Тверь-проект-реставрация», которые, в свою очередь, будут в этом году проводить научно-изыскательские работы, обследование инженерных сетей здания для того, чтобы выяснить, что нужно сделать во время предстоящего ремонта. В здании нет противопожарной сигнализации. Заменять надо практически все коммуникации. Необходим ремонт кровли, исследование фундаментов. Как только сойдет снег, должны начать исследовательские работы, подготовку материалов для проектно-сметной документации. На это в бюджете Твери запланировано полтора миллиона рублей. Здание будет восстанавливаться по образцам 19 века. Создание проекта намечено на следующий год. А вот ремонт должен стартовать в 2015 году. В дальнейшем в здании бывшего Дома офицеров планируется открыть городской общественно-культурный центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова